Всем привет! С вами снова интернет-магазин Antelive.com.ua Сегодня будем рассматривать еще одну очередную копию на Samsung S4 Модель называется NO1S6 По многочисленным отзывам на форумах, по многочисленным подобным роликам Можно было сделать вывод, что данная модель является лучшей копией на Samsung S4 Как по внешним показателям, так и по техническим характеристикам данного аппарата Пришел нам смартфон с таким интересным бампером Вот в такой коробке, в комплекте есть зарядка USB кабель В коробке обязательно есть оригинальная пленка на смартфон И больше ничего нет Зарядка шла именно уже под наш стандарт Давайте перейдем непосредственно к смартфону Ведь смартфон действительно очень такой изящный Выполнен в стиле Samsung Все соответствует Сзади вот такая вот надпись NO1 Значит, что мы видим спереди? Спереди у нас есть механическая кнопка Две сенсорных кнопки Это домой и назад Они подсвечиваются при работе с ними Вот так вот Сверху у нас идет камера Фронтальная камера на 3 Мп Идет динамик, идет датчик освещения, датчик приближения Датчик жестов И световой индикатор Вот он располагается вот здесь С этого бока у нас идет качелька громкости Вверх-вниз Сверху Разъем под наушники И инфракрасный порт, скорее всего С этого бока у нас идет кнопка включения и выключения смартфона Снизу микрофон и разъем microUSB Сзади крышка у нас имеет такой же стиль, как у Samsung Она глянцевая, но с вот таким вот рифленым узором Здесь у нас есть 12-мегапиксельная камера Камера с автофокусом, вспышкой Логотип NO1 Под крышкой у нас смещается аккумулятор Аккумулятор емкость, которого составляет 2600 мАч Чуть позже проведу тест Обязательно для вас правдивая это емкость или нет Значит, две сим-карты, как вы видите, что это стандарт WC-DMA И стандартно GSM вторая симка Слот microSD карточки Есть защелка, то есть как microSIM Вставляете туда, сейчас его потянуть и он отщелкнется назад То есть, в принципе, все стандартно, две сим-карты Сразу хочу сказать, что я уже делал обзор, скажем так, на подобную модель Модель называлась GT9502 Я считаю, что это один в один Увы сейчас нет возможности вам показать в кадре и ту, и ту модель Потому что те модели мы продали, пока их нету Но по дизайну, по внутренности, по расположению этих симок Модели были полностью идентичны Наверное, в этой модели основное отличие от той копии заключается в дисплее Заключается в большем количестве функциональных вот этих вот особенностей движений То есть, там, прием, вызовы и тому подобное Ну, давайте непосредственно запустим наш смартфон Посмотрим, что за экран, посмотрим, что за прошивка И посмотрим его реальные технические характеристики Значит, сейчас вы видите вот этот вот индикатор Он говорит вот синеньким сейчас, когда заряжается, горит красным Хочу сказать, что смартфон имеет разрешение экрана 1280х720 Это, в принципе, нормальный показатель, стандартный Ничего особого в этом нет Процессор здесь MTK6589 Частота процессора 1.2 ГГц Все эти технические характеристики мы можем посмотреть через программу Antutu Которую я сейчас для вас и открываю Значит, в Antutu данная модель набирает 13435 баллов Это стандартный показатель для такого процессора Давайте смотреть, что же тут за технические характеристики Значит, видим, модель называется NO1S6 4.2 Android 720х1280 разрешение 12-мегапиксельная камера Здесь идет гигабайт оперативки 4 гига встроенных Скажу сразу, что память здесь работает Точнее, телефон работает с картой памяти Не совсем корректно с заводской прошивкой И устанавливает в кэш для игр Он только на свою, на собственную память Той, которая доступна здесь 1.8 ГГц Значит, процессор здесь показан у нас 4-ядерный с частотой 1.5 максимум Это ерунда, это просто цифры с прошивки На самом деле 1200 МГц 3-мегапиксельная фронтальная камера Ну и, собственно, самые разнообразные датчики Теперь по поводу реальной емкости процессора Во-первых, вот здесь можно посмотреть Эту информацию Вот вы видите, что везде у нас обозначается 1200 МГц Даже программка Вот это вот Которой мы можем разгонять процессор Оно написано, что здесь якобы 1500 Но на самом деле оно увеличивает только до 1200 То есть это обычный реальный процессор MTK6589 Теперь давайте посмотрим количество точек касания Сколько у нас распознает экран 5 точек касания Экран об экране чуть позже Чуть позже расскажу все его особенности Значит, также давайте посмотрим все датчики Которые есть в данной модели Это GPS, Wi-Fi, Bluetooth Хорошо они работают Акселерометр Датчик освещенности Датчик приближения Вспышка здесь Ну, такого очень средненького уровня Ни гироскопов, ничего подобного в этой модели нету Хочу сказать о прошивке Прошивка здесь 4.2 Android Он полностью русифицирован Здесь есть вот эти все менюшки Здесь, как я понимаю, это практически TouchWiz самсунговский И, в принципе, все доступно вот как у Самсунга Здесь есть выбор жест воздуха Смарт-пауза Мультиэкранность, которая вызывает вот это вот меню, которое сбоку Очень удобная функция То есть, я пользуюсь, мне понравилось Также здесь вот эти вот перелистывания рабочих столов Очень быстрое, очень классное Которое не глючит Ну, то есть, мне очень понравилось Меню также работает все идеально Тут также доступно вот это вот быстрое перелистывание Меню виджетов Их здесь абсолютно множество То есть, можно листать, 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 листать Значит, настройки здесь тоже отображены, в принципе, как и в той же копии, которую я тестировал GTD 9502 Здесь есть светодиодный индикатор Который можно настроить, чтобы он отображал зарядку Низкий заряд бастарей Пропущенные события Здесь есть меню жестов То есть, можно много-много-много всего здесь настроить Под каждой функцией жестов Есть необходимая информация Что именно Можете остановить данный ролик И прочитать То есть, ну, в принципе, самое основное Это регулировка перелистывания жестами Прием вызова Уменьшение звука То есть, это все есть В принципе, это все классно Мне это нравится Остальные настройки тут самые-самые обычные Самые стандартные Вот По софту есть Основной особенностью данной модели Вот эта модель Чем она отличается от той модели Той копии GT 9502 Тем, что экран здесь действительно такой очень интересный И я бы сказал, что он в какой-то степени такой ядовитый Мне, в принципе, нравится Как отображает картинку данный дисплей Во-первых, запас яркости Запас яркости здесь не слишком велик Но его, в принципе, хватает Чтобы картинка была такой яркой-яркой и насыщенной То есть, вы видите, насколько яркий экран Насколько все изменилось Давайте зайдем в галерею Посмотрим, что здесь у нас есть Во-первых, картинка с цветами По которой можно судить, преломляются ли цвета Когда мы изменяем углы обзора Я тестировал Я сейчас просто вам продемонстрирую Не буду много рассказывать Я тестировал, я сам видел, что все отлично отображается Никаких тут уходов в негатив нету Поэтому просто посмотрите Ну и также давайте посмотрим Непосредственно сами картинки Что мне нравится в данном экране Он цвета отображает очень такими яркими То есть, опять же, по вот этой вот картинке Вы все, наверное, знаете Все, кто смотрит мои обзоры Что здесь довольно-таки темный фон Аппарат от Samsung S3 Отображает этот фон вообще как темный Ну, темноту Другие аппараты отображают Эту картинку немножко подсвеченной Ну, вот вы видите, что здесь уровень яркости Еще больше, чем даже обычно Любые другие цвета Отображаются довольно-таки ярко То есть Можете это сами видеть Мультитач работает корректно Яркие цвета Вот-вот-вот-вот Все вот так вот отображается Мне нравится, как экран показывает И вот передача зеленого цвета Именно в этой модели Вот она вот такая вот действительно яркая Вот этот вот зеленый цвет Смотрится, как по мне, шикарно Мне такие экраны очень импонируют Я как бы доволен таким изображением Мне нравится Так, яркость я немножко уменьшу Потому что не совсем удобно вам, наверное, смотреть С такой яркостью на камеру Что еще хочу сказать Естественно, эта модель с HD-разрешением С MTK-процессором Будет воспроизводить любые форматы фильмов То есть он будет справляться Смартфон Как с HD-разрешением Кстати, звук Вот это вот максимальный По звуку я хочу сказать, что Звук довольно-таки тихий Можно было бы и громче Плюс будут с легкостью воспроизводиться Фильмы формата Full HD Со звуком, без глюков С великолепным качеством Я не буду показывать, как работает Opera Как работает YouTube Это и так всем понятно Что на таком смартфоне все это будет запускаться без проблем Пару слов скажу о звуке в наушниках Я до того, как тестировать смартфон в наушниках Я поставил вот эту вот функцию Вот система улучшения звука для наушников И когда включил музыку Очень был разочарован, как звучит этот смартфон Потом я нашел эту функцию Я ее убрал И звук начал быть таким, каким он должен быть Без каких-либо там уменьшений Или увеличений звуковых эффектов И в целом мне понравилось Но, конечно же, хотелось бы большего по звуку от этого смартфона То есть звук не идеальный в данной модели для меня Игры Игры данная модель будет запускать отлично Но, как я уже говорил чуть ранее в этом обзоре О том, что работает с памятью данная модель Не совсем корректно Вот, несмотря на то, что здесь есть диск для записи по умолчанию Я выбираю SD-карту Но, тем не менее, тяжелые игры с тяжелым, с большим кэшем Запускаются только в том случае, если кэш находится на памяти нашего устройства Продемонстрирую вам две игры Dead Trigger 2 и Asphalt 8 Посмотрим, как они запускаются Запускаются Дружка Asphalt 8 Выставлены у меня уже те настройки графики, на которых в эту игру можно играть В принципе Как вы видите, это низкие настройки И давайте теперь непосредственно смотреть, как же воспроизводится данная игрушка Как вы могли видеть, в принципе, с железом у смартфона все в порядке И нормальные игры, современные, запускаются также без проблем Также хотел уделить внимание аккумулятору Так как аккумулятор здесь заявлен на целых 2600 мАч В принципе, как держит аккумулятор данной модели, мне очень понравилось Но есть одно но Я его тестировал изначально в программке Antutu Tester Сейчас обращаю ваше внимание на промежуточные результаты То есть со 100% до 72% он разрядился Где-то полтора часа это было Далее 72.45 тоже был отличный результат И со 45 до 18% с 22.43, 23.07 Менее чем за полчаса Суммарно набрала модель 600 баллов Это, в принципе, суммарный показатель Это довольно-таки хороший Что это был за провал? А вот этот провал у меня наблюдался в каждом тесте То есть я тестировал Здесь это было воспроизведение видео 3 часа 34 минуты И опять же вот с 40% где-то с 35% скорее всего Это был провал батарейки И вот еще один тест Это была игра у меня скорее всего 3 часа 21 минуту И вот вы видите, что с этого момента Примерно он добрался до 35% И был обвал То есть когда ты начинаешь пользоваться смартфоном То со 100% до 50% до 40% до 35% Он очень классно разряжается Очень медленно Но потом вот такой вот провал Возможно нужна калибровка аккумулятора Также тестировал я и GPS Само собой Это обязательно Эта функция очень важна Как вы видите, через Navitel Вот столько спутников он поймал Точку зафиксировал Все отлично Через GPS тест Результаты немножко похуже Но чем больше времени он будет стоять у вас в машине Под небом Тем больше спутников он будет ловить Поэтому GPS рабочий Тут никаких минусов быть не может Камера Вот то, что мне понравилось Камера в этом смартфоне На реальных Скорее всего 8 мегапикселей То есть фотографирует он очень хорошо Видео снимает Также я это все обязательно выложу Все покажу Видео формат Он записывает в Full HD Фронтальная камера на 3 мегапикселя Ну фронтальная камера такого Очень-очень-очень средненького уровня В принципе, как для Для фронтальной камеры Это тоже все супер В целом, можно подводить итог Модель мне очень понравилась Как копия по дизайну Шикарнейший, конечно, внешний вид У Samsung классные дизайнеры Все супер Очень тоненькие рамки Со всех сторон Что снизу мало места Что по бокам очень мало места Что сам смартфон тоненький довольно-таки Прикольно то, что есть в комплекте Вот такой вот бампер Бампер удобный Но он немножко так Подгибает пленку Когда я вот так надену сейчас до конца То вот вы сможете увидеть Что пленочка В некоторых местах Просто так немножко вздулась Ну это такое дело Это уже можно и без пленки носить Потому что в бампере Ну то есть Однозначно наличие такого бампера Оригинального Это плюс Мне понравился экран Мне понравилась камера Мне понравилась цена на данный аппарат Очень классно Внешний вид шикарный Как я уже говорил Мне не понравилось Что аккумулятор вот так вот Не оптимизирован И нужно все-таки следить Будет со своим аккумулятором И затем Сколько уже Сколько же осталось у вас На данный момент дня Заряда в вашем телефоне Либо делать калибровку аккумулятора Я думаю, что после калибровки Это все пройдет Недостатком является также Это неправильная работа С картой памяти То есть вы не сможете Сразу с прошивкой С заводской Пользоваться нормально Карточкой памяти Однозначно Плюс вот эти вот Датчики движения Которые работают Которые можно Принять вызов Если кто-то звонит Вам можно Уменьшить звук Перевернув телефон Это все классно С одной стороны Но с другой стороны Блин Честное слово Вот когда пользуешься Уже непосредственно Пользуешься этим смартфоном Кому-то показать Заколотить какие-то понты О том, что вот у меня С4 Или даже копия И работает датчик жестов Это конечно все круто Но Когда вы пользуетесь Уже непосредственно Своим смартфоном То очень часто бывает так Что Эта функция Датчики жестов В этих Они просто-напросто Очень неудобны То есть мы можем Просто-напросто Тянуться Включить или выключить Что-то одно Туда-сюда И задевать этот датчик Оно будет нам уже мешать И будет уже совершенно Не тот эффект Поэтому Конечно же За эти датчики Это плюс Это не минус Их можно отключить Их можно что угодно С ними сделать То есть это все классно Какую копию взять GT 9502 Или этот NO1S6 Решать вам Экран мне нравится Больше здесь В принципе В той модели Экран тоже шикарный Но и цвета Там не такие ядовитые Тут экран Вот больше Как у Samsung У Samsung Есть динамический режим Воспроизведения Картинки на экране И там конечно Ну вот Немножко с этим Оно совпадает На этом все Спасибо за внимание Ставьте лайки Кому понравилось Обязательно подписывайтесь На наш канал Обязательно смотрите Наши новые ролики Буду для вас делать Все-все-все Самое интересное Чтобы вы не скучали С нашим каналом И с нашим магазином Спасибо Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok